В этом матче долгожданное возвращение арбитра. Эдуард Одинш снова на льду после практически девятимесячного простоя из-за тяжелейшей травмы. Что же за торпеда и локомотива, то тут фаворитом выглядит именно торпеда. Четыре последних очных матча выиграны, один из них уже в этом сезоне. Но это всегда напряженные матчи. Вообще, противостояние Нижнего Новгорода и Ярославля в спорте штука особая. Локомотив плохо стартовал, но сейчас Ярославский клуб набирает ход. К тому же, приход опытнейшего Андрея Маркова команду обязательно усилит. Большой профессионал. Блокирует броски, когда надо. Делает передачи, когда надо. Да, он много пропустил. Но для нас это большое усиление. В первом периоде голов нет, зато во втором, веряясь, передачи Бочарова забрасывает шайбу. Борьба на пятачке выиграна 1-0. Через 7 минут еще одна атака с участием Бочарова. На этот раз он не играет на пятак, следует пас на второй темп. А там Генуэй удваивает преимущество торпеда. Я знал, что он будет, в принципе, подключаться. Увидел его, отдал. В принципе, все просто. Второй период запоминается еще и травмой Дэвида Немировски. Шайба попадает в лицо главному тренеру торпеда. Впрочем, руководить хоккеистами Дэвиду это не мешает. Я в довольность, ребята хорошо играли, какие-то нужные моменты правильно играли, и правильное решение начали принимать в сторону обороны. А так, общая, очень довольность, ребята, как они бились. В начале третьего периода Марков зарабатывает первые очко в сезоне. Он один из ассистентов голода Косты. Можно вспомнить еще навал на последних секундах, но в целом торпедовцы в этот вечер гораздо сильнее, несмотря на минимальный разрыв в счете. Торпеда «Локомотив» 2-1. Александр Беков, Ренат Бекбаев. Время новостей.